Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Beast Inside. А у нас с тобой сегодня будет глава шестая. Судья пытался меня задушить, и задушил бы, если бы не вмешался тот человек в цилиндре и маске. Он убил судью Нортона прямо у меня на глазах, перерезал ему горло, словно пытался спасти меня. Но почему? Сейчас мы это, возможно, и узнаем. Господи, один я не справлюсь! Сколько крови! Боже милостивый, это один из гостей? Не знаю. Позови кого-нибудь, иначе он просто истечет кровью. Зажми рану, я позову на помощь. Уборщик наверху, комната 207. Где ты? Кто это? Спокойно, не пытайся встать. А, господи, чтобы еще раз кто-то уговорил меня отправиться в горы. А вот и он. Кажется, это тот пропавший мужчина. Детектив показывал постояльцам его дегеротип. А, детектив, вы об этом пранырливом хлыще, уолтере ги... Каком-то там? Матерь Божья! Мне нужно отправить телеграмму шерифу. Погодите. Это... Я видел такие раны, и я им... Ему осталось не больше пары минут. Не жаль, сынок. Да, мне тоже очень жаль. Эти голоса, их так много, эти люди, они упоминали, что судью разыскивал детектив Уолтер Гиттельман. Гиттельман, хотел сказать, но нет. Не помню, поздоровался даже или нет, но если что, привет всем, меня зовут Дмитрий, вы на канале Panda Play. Вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, собственно говоря, еще раз говорю, что мы продолжаем играть в Beast Inside. Не помню, честно, я забыл, даже говорил я или нет. Я просто что-то прям вник вот в эту историю и не помню, говорил вообще что-либо или нет. Это у нас хоррор, как мы все помним. Смотрит его не так много людей, но все же я продолжаю его снимать в связи с тем, что он достаточно интересный. Так, что такое? А, ой, смотри-ка. Хрустит, скрипит, что-то непонятно. Это он, судья Джон Нортон, бывший партнер моего отца. Такое вообще возможно? Я только что видел преступление 10-летней давности. Ну, наверное, скорее всего. Я начинаю путаться, воспоминания и галлюцинации сливаются воедино. Кем был Гилман? Почему он разыскивал Нортона? Не доверял шерифу? Зет, читать. Пропал без вести. Судья Джон Нортон. Возраст 49, рост 177. Последний раз замечен 26 августа 854 года в Блэкстоне. Контактное лицо Уолтер Гил... Пу, блядь. Уолтер Гилман. В данный момент проживает в гостинице Блэкстона. В какой? А, в комнате номер... Видимо, 207. Хотя там уборщик был, их узнает. Нам вначале сам сказали, что там нужно, типа, в 207-ю комнату идти. Ключи от регистратуры. Обычно хранились у уборщика комната 207. Да, смотри-ка, не прогадал. Предмет добавлен в инвентарь. А какой предмет я добавил в инвентарь? Отмычку? Или же что? Чего, блядь? Чё пугаешь-то? Я звуков больше обосрался. Я не знаю, что-то страшное произошло, возможно. Давай возьму лампочку, потому что ей... С помощью... Я встану вот сюда, здесь меня никто не достанет. Возможно. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И... Наверх, значит, нам дороги нет. Правильно? Правильно. Ну, пойдём сюда зайдём. А, наша главная цель вообще, как бы, это самое... Искать много-много-много керосинок. Правильно? Правильно. Как бы... Ну, а почему нет? Почему бы нам с тобой не искать керосинки? Керосинки это... Пусть... Путь к выживанию. Страшно, очень. Не знаю, почему мне так страшно. Возможно, из-за того, что я... Отвык от хорроров, потому что я давно записывал эту игру, и это было, наверное, неделю назад. То есть я наперёд тогда записал, потому что у меня дела всё-таки есть какие-то определённые. И я записал наперёд, и сейчас я вот понимаю, что зря я это делал. Потому что... Потому что... Потому что... Потому что как присесть вот так... Потому что я... Потому что я не понимаю сейчас, как играть в этот хоррор, потому что мне страшно. Если бы я каждый день играл бы в хорроры, тогда бы вопросов бы не было. Кто-то где-то криктит. Хуй его знает. Так. А на чё надо нажимать-то? Разобрался. Всё. Дверь открыл. Хорошая штука отмычка. С помощью неё можно открывать двери, которые... В которые ты не должен был попасть. Зажгу свечку. Исследуй тут какую-то определённую... Какую-то херню. Не знаю, что это такое. Кусок перита из шахты отца. Некоторые называют этот минерал золотом дураков. Но семейство хайдов и уайтхедов он озолотил в буквальном смысле. А как? Чё это такое-то? Перит. Перит. Не знаю. Я не разбираюсь в этом во всём, поэтому... Просто я вот... Взял и... Взял... Взял и прошёл мимо. Да кто-то там криктит-то, ёб твою мать. Или чайник закипает у кого-то. Я не понимаю, что это за звук. Лампада. Лампада. А так, а дальше чё? А мне туда нужно попадать или нет? Скорее всего, вряд ли. Ну, пойдём обратно. Думается мне, что нужно идти обратно. Никого. Самое странное, что никого здесь нет. Но кто-то постоянно где-то криктит. И кто-то постоянно где-то шепчется. И кто-то, блядь, постоянно меня... Пугает. Так, а погоди. А чё, зажечь можно? Не, нихера. У меня есть чё, есть канди-боббер. Это канделябр. Я могу им это... Как он правильно называется? Забыл даже. Канделябр, наверное, и называется. Вписывать название я... Нет. Ни на что. Где-когда приехал. В конце концов, я играю. Играю в хоррор. Мне страшно. Мне даже мозги не работают сейчас. А чё? Чё не открывают? Ну я, блядь, безоружный. Меня убить вообще проще простого. На самом деле, меня здесь никто убивать не планирует. Поэтому почему бы мне жопу не расслабить и не идти спокойно дальше? Чё-то нет, не открывают. Опа! Э! Пусти! Не хочет. Блин, не пускают. Ну и ладно. Тоже не пускают. Тоже не пускают. А я не пойму, чё это за предметы такие, которые... Которые меня не хотят пускать. Да чего? Я здесь не один. Нет, ты здесь один. Это факт, потому что... Хотя, кто свечки тогда зажигает, если я здесь один? Соседи. Соседи, блядь! Соседи! Пугают меня постоянно звуками своими непонятными. Так, это я здесь. А сто... Какая там седьмая... Чё-то какая-то седьмая комната. Короче, прямо налево на второй этаж. И уже там будем разбираться. Потому что наверх подняться больше нигде нельзя. Я так понимаю, верно? Верно. Да кто здесь, блядь, кричит? Опа! Мужик! Э! Сука! Убежал. Ушёл. Прямо из-под носа. Здрасте. Возможно, ты пойдёшь на превьюшку. Пока неизвестно, но возможно. Так, вот так тебя заскриню. Потом увеличу. Хотя, хрен его знает, как получится. Включи свечку. Свечки должны быть все включены. Чтоб обзор был максимально... Чё, даже из окна не выпрыгнешь, если чё. Хотя разбить можно. Обзор должен быть максимально большим. Максимально... Эм... Шароким. Шароким на широким. Эм... Свечки. Свечки, свечки. Ну, катсцена. Боже! Это ещё кто? И что он здесь делает? Да ты его видел, блядь. Ты дурак, что ли? Ты видел же его. Ой, смотри-ка. Со скелетом обнимается. Ой, какие непристойные вещи творит. Беги! Он прям медленно бежит. Так, я здесь... А, погоди. Я прям... Вот прям 207-я комната. То есть мне надо за угол завернуть и в дверь зайти. Па-па-па-годи-ка. Мне нужно нажать на керосинку. Использовать, использовать, использовать. А где дверь? Вот она, дверь. Там замочек был нарисован. То есть я туда не должен был войти. Закрыт на цепочку. Стараюсь эмоци... Кажется, пила достаточно острая, чтобы разрезать цепочку. Стараюсь эмоции показывать. Просто я... О, спасибо. Я здесь у вас в этим буду работать иногда фонарщиком. Это что у вас тут такое? Чумодан лежит. Ну ладно. Закрой обратно. Чужие вещи нехорошо трогать. Беру спичку. Че здесь есть-то вообще? Не вижу ни черта. Как, блядь, в жопе. Не видать ничего. Ничего не видать. Ну закинь ты. Взял еще одну керосинку. Керосинка это жизнь. Керосинка это, блин, самое лучшее изобретение человечества. Оно горит всегда. Просто вот всегда, когда тебе необходимо. То есть не важно, блядь. Нужно ли она тебе, не нужно ли. Ну просто горит. Просто горит. Просто бери да подливай немножечко керосина. И будет у тебя все хорошо. Будешь все видеть. Будет у тебя обзор. Будет у тебя... Так, а разбить можно, нет? Ну-ка. О, блядь. Кину в тебя сейчас. Во, у меня есть этот, совок. Я им не побоюсь воспользоваться. О, блядь. Вот это страшно было. А что это, совок твой был или что? Что это было? И куда оно делось? Меня за... А, пыталось затащить. Может в ад? О, господи, во что же я влип? Какой... В какой ад, блядь? А точно не в 107-й комнате? Или какая-то комната? Не... Паникуй. Фонарь достань и пойдем. Что-то произошло страшное, это явно. Звуки какие-то. Звуки непонятные. Произносятся со всех сторон. Постоянно просто. Какую-то нас эту... Вантюру впутывают. Ну, и что, ни один этот даже не открывается? Ну, что за дурость? Почему? Я хочу просто взять и найти где-нибудь керосинок. Да побольше. Хотя мне их и так жопой жуй. Ну, блядь, ну... Лишних не бывает керосинок. Спички есть. Вот спички это хорошо тоже, кстати. Спичками я могу за... Опа! О, блядь, нечистоты все эти нечисти. Я вас сейчас всех... Погоди. Брось. Всю нечисть раскидаю. Просто всю нечисть раскидаю. У меня есть крест. Возможно, деревянный. Возможно, еще есть какого-то другого материала. Но он явно, явно очень болезненно бьет по голове. Это факт. Я буду с крестом ходить. Можно будет это назвать крестовым походом, кстати. Так, дверь не открывается, поэтому ладно. Опа! Ты тут поближе пришел. Что за звуки-то, еб твою мать? Да откройте! Или это там? Хер его, знаете, погоди. Мне вот тут вот что-то подсвечено. Нужно это трогать. А зачем? Ух, етить-колотить. Смотри-ка. Сейчас пойдем туда. Подожди, керосинку возьму только. Это что? Ну? Ну? Ой, бляха, муха. Ты куда не застревай. Пустой ящик почему бы и нет. Ну, блин, да что... А! Где крест? А он прыгать не может, что ли? Ну... Я человек простой. Мне дали крест, я буду им пользоваться. Нахера, правда, не ясно. Ух, ешкин кот! Ничего себе, кого-то здесь грохнули. Что? А, черт, что тут произошло? Какая-то бойня, боже ты мой. Ну, пилой кого-то зарезали. Покойся с миром. Ничего хорошего, что-то там меня, видать, не ждет. Конечно, не ждет. Что здесь тебя может ждать хорошего? Свечку надо зажечь. Как бы... Чем бы в темноте лежать здесь? Пустая. Опал. Опал и все. Журнал для пациентов психиатрических учреждений. Журнал, издающийся для пациентов психиатрической больницы. Во многих таких заведениях люди и мечтать не могут о подобных благах цивилизации. Их кормят по-моему и привязывают к кроватям. Многие из них просто не доживают до излечения. А выживших все равно больше нельзя назвать по-настоящему свободными людьми. Выписаться из подобного учреждения небывалой удачи. Ну, здорово, конечно. Первый журнал, выпускаемый под редакцией пациентов. Поэмы, истории, интервью, статьи. Сентябрь-октябрь 1859... 1850 года. Хорошо. Взял журнальчик, почитаю на досуге. Если что, будет время какое, я прям возьму да почитаю. Так, не упасть бы самое главное. Ну-ка. Пошло-поехало, ешкин кот. Смотри. Трыньк. Открылось все. Спичечки. Спички это надо. Это что? Ну, если что, пригодится. О, блядь. Опа. Кто здесь? Стрелять буду. Так, беру я, значит, что? Все самое необходимое я беру. Например, вот эту керосинку. Керосинка, это я говорю. Керосинка, это самое главное развлечение в этой игре. Керосинка, керосинка, керосинка. Записки не читаются. Ничего здесь не читается больше. Ничего больше не открывается. Все, что открывается, все пустое. К сожалению. Ничего нет. Теть, на. Или дядь. Нет, скорее всего, теть. Огонька тебе. Парам-пам-пам. Так, керосиночка. Ну, открой. Хорошо. Бедняга, прожить тут большую часть жизни, а после смерти все равно остаться уборщиком гостиницы. Только теперь навечно. А если я его метелку возьму, что он мне сделает? Да, и постояльцы тут, сдается, мне не самые дружелюбные. Ну, мне тоже, сдается, что не самые дружелюбные. А что поделаешь, блядь? Работать хочется... Ой, кушать хочется, работать придется. Как бы все мы люди... Не то, что подневольные, все-таки есть какая-то свобода, но все же в большей степени ты просто... Страшно как. Я на самом деле испугался, просто не очень понял, что произошло. Жалко мне этого бедолагу. Начал пить, чтобы не сбрендить. Боюсь, если призраки не оставят меня в покое, я и сам сопьюсь. Ну, да, наверное, сопьешься. Так, мистер Джейкоб все твердит, что я, кстати, мурашками покрылся. Что я должен поменьше налегать на выпивку. Что мне мерещится всякое с пьяну. Вот только это все взаправду. Уж я это знаю. Я пью, но только потому, что мне страшно. Что-то бродит в этих лесах. Я слышал крики в глуши. Вой в пещерах. Люди не издают таких звуков. И я видел следы когтей на коре. Уйми, спинчуга. Ты всех гостей распугаешь, говорил мне мистер Джейкоб. А что, если им стоит бояться? Сколько людей уходило в лес и больше не возвращалось. Господи, опять это твой. Как тут уснуть без выпивки? Видать, что-то страшное. Страшное происходило. Ему не... Опять кряхтят. С их помощью можно войти в комнату 106. И коридор, ведущий во второе крыло гостиницы. Хорошо. Что здесь еще интересного есть? Ну, в... Не, нельзя никуда зайти. Ой, открыть больше ничего нельзя. Очень жаль. То есть, здесь звук в игре? Ну да, это звук в игре. Такой басовит и появился. Он мне напрягает немножко такие звуки. Потому что у меня... Я думал, кто-то едет. На большой машине. Большой громкой машине. А что, упал? Ну, упал и упал. Страшно, что ли, должно было быть? Пойдем. Ну, да не застревай ты. Нет по дороге, да, понормальной ходить? Нет, блядь. Буду идти по... По всем текстурам, по которым, в принципе, ходить не нужно. Чтобы не застревать, не дай бог, лишний раз. И жалуюсь. Ладно, здесь ничего полезного нет. Ну, пошли. Упал и упал. Я уже сколько раз сказал-то. Что дальше-то? Куда... Куда идти-то? Э! Ну, серьезно, ну... Трупецки здесь. Ладно. Пойдем через эту... Через эту... Через балкон. Там ничего не видно. Даже если... Опа! Очень сильно постараться. А, это просто... Везонавесочка шевелится. Используйте, используйте, используйте. Пошли. Открывай. Открывай мне двери. Я пришел. Эээ... Ну-ка. Ну, и чё? Ты не хочешь открывать мне дверь? Как жаль. Свечка. Свечка здесь мне не нужна. А где я, кстати? Карту мне, пожалуйста, дайте. Я заблудился. Я не понимаю, где я. А-а-а! Я вот отсюда вот пришел. Да, я понял. Это место закрытое. Было раньше. Керосинка. Блядь, деревяшка какая-то. Ключик. Открывает крыло А. Это призрак. Или я совсем рехнулся. Хуй его знает. У меня аж наушник выпадать начал. Я, кстати, мурашками снова покрылся. Ой, блядь. Да, вроде как бы не было страх... Кстати, фонарь-то мне, как она погасила. Было не страшно. Было просто... Вот из-за звука. Я не люблю этот звук. А, do not open. Естественно, блядь. Не open. Ну, конечно. Рассказывай мне. Че тут пишут-то? Похоже, у уборщика были серьезные проблемы с одним из постояльцев. Этот психопат хотел меня укокошить. Я сумел запереть его в одну из комнат. Помоги, Господь, тому, кто рискнет пойти в крыло Б. В комбинации к замку... В комбинации к замку ангер. Гнев. А че, не надо или надо? А че он светится-то? Подсвечивается зачем? Не знаешь? Я тоже не знаю. А! Толкнуть можно. Ну, толкни, пожалуйста. Спасибо большое. Так, и дальше че? А мне нужно сюда заходить или нет? До not open-то? Блядь, давай попробуем. Я же... Блядь. Покойся. Я ж не... Ну. Ангер. Я же не успокоюсь, пока не открою. Ну, зря нажал. Ну и че? Здорово, постоялец. Че там у тебя нового-то? Музыка какая тревожная. Ебать колотить. А че, бежать от кого-то надо будет или че? Да что такое? Зачем мне ползти через эти вот... Кто здесь вообще эти лаверинты-то настроил? Это дурак, что ли? Или кто? Сейчас будет страшно. А может и не будет. Хуй знает. Сейчас посмотрим заодно. Керосинка. Керосинка, это здорово. Это че такое? Эй. Мне показалось, как будто она была подсвечена, нет? Скорее всего, нет. Это все закрыто, это все позакрывали. Так, ааа, вот, зачем надо было это? Опа. Здорово. А ты че тут сидишь-то? Отдыхаешь, да? Молодой человек. Наверное, о нем и писал тот встревоженный уборщик. Он уже давно мертв. Попасть на верхний этаж. На какой из верхних? Господи, этот безумец не просто украл фону. Я раздобыл форму солдата севера и убил трех невинных людей. Он хотел убить еще и президента. К счастью, теперь он мертв. Но кто его мог убить? Хуй будет. Джон, все пошло непо... А, все прошло по плану. Да, мой дорогой брат. Шедевр близок к завершению. Я раздобыл форму солдата севера и добрался до северного Массачусетса. По пути я расправился с тремя предателями нашей славной родины. Этими любителями, плюющими на наш флаг. Так, должно быть я заблудился, потому что вместо Лоуэлла оказался в какой-то глуши. К счастью, Господь направил меня в заброшенную гостиницу, где я сейчас заканчиваю последнее приготовление и читаю молитвы. Знаешь, что это значит? Да, Бог на нашей стороне, брат. Он тоже делает, чтобы... Желает, чтобы наши планы притворились в жизнь. А значит, дни... Президент, короче, и его проклятых прихвостней сочтены. Надеюсь, ты бы из всяких происшествий добрался до Монреала. Я верю, что он защищает тебя так же, как и меня. Боже, храни конфедерацию и Джефферсона Дэвиса. Джеймс Уиклс Бут. Значит, форма северянина была только маскировкой. Ситуация становится все загадочнее и загадочнее. Да что-то она, блядь, какая-то даже не тоже загадочная. Какая-то вообще неясная совсем эта ситуация. Какая-то что-то происходит вообще непонятная. Так, я канделябра возьму, пожалуй. Как он правильно называется? Не помню. По-моему, канделябр. Или нет? Или да? Или нет? Или да? Сейчас он встанет и сзади меня пойдет. У, сука, сиди на месте. На, нахуй. Теперь. Беру я, значит, все записки, все писюльки, все подсвечники, все... Ой. Все, все, короче, все, что берется. Белый шкаф. Снова эти чертовы корни. Вряд ли я смогу просто сломать их. Ну, давай не просто сломай голыми руками. Тут ничего не сделаешь. Нужно найти какой-нибудь острый инструмент. Но можно... А, в этом ножницы были, вот тут ты. Погоди. Блядь, ушел. Что? Не мог же он просто встать и уйти? А он сзади меня был. Отпусти меня. Помогите, на помощь. Ножницы достань из него, пожалуйста. Не жжет тебя, чертов, янки. Я нажимаю как только можно, быстро. У него бомба горит как бы, надо это, убежать. Не считаешь нужным, нет? Да выкинь ты ее в конце концов уже, ну. Блядь, вот это надежно спрятал, конечно, ты, дружище. Там такая дура была, что она должна бомбануть была. Мам, не горюй. Я же говорю, ножницы были в нем. Взять. Свечи, главное, зажечь и все будет хорошо. Так. Что здесь у нас с тобой лежит еще? Поджечь можно что-нибудь, нет? Нет, к сожалению, нет. Ну, что такое-то? Эй. Понял. Так. Так. А, еще, еще одну. Еще одну корешенцию надо. Эть. Отрезать и пойти спокойно себе дальше. Фонарь. Пожалуйста. Спасибо. А куда нужно-то? А. Вон, а куда? Че, блядь, сделалось-то? Эй. Уйди. Дверь не закрывается. Странно. Опять кто-то кряхтит, блядь. Я здесь кого только можно было убил уже. Все мертвые. Все мертвы. И все равно кто-то кряхтит. Кряхтит и кряхтит. Как будто заняться больше нечем. Блядь. Обыскать кабинет Джорджа. Да, да, ну не надо. Застревать. Джордж, а где твой кабинет для начала? Покажи, пожалуйста. Я буду вот так ходить. Хотя нет, от этого лучше не становится. Часики. Че показывают? Ничего не показывают. Кабинет Джорджа. А, не на ту кнопку жму опять. Ай. Ща. Да чтоб тебя, ну. Блядь. Наконец-то. Не прошло и полугода. Да кто кряхтит-то сзади меня прям в уху, в уху. Прям дует и дует, дует и дует. Блядь, неприятно. Пожалуйста. Прекратите. Канделябр. Башкишу кто дал? Ты должен был чё-то там это, ты же судья, ты должен уметь обходить законы так, чтобы избежать наказания. В контракте указано, что вы оба можете передавать свои доли без всяких договоренностей. Прости, Джордж, но ты ведь сам его подписал. Я не думал, что этот ублюдок вздумает меня перехитрить, а его свихнувшиеся отроди проникнет в шахту. И чего ты хочешь? Этот паршивец не может получить всё наследство. Придется убедить этого старого пердуна, иначе мы останемся ни с чем. Угу, понятненько, ясненько. Неужели это было на самом деле? Они правда замышляли что-то против нас с отцом? Видать, да. Видать, что-то замышляли. Убить тебя хотели. Мелкого пердуна вот этого. Ой, мелкого пердуна, или как он правильно там сказал. Подзабыл уже. Так, ладно, здесь ничего нет полезного, да? Здесь вроде как тоже. Здесь вроде тоже свечку надо поджечь. Так, стол надо обыскать. Возможно, там есть керосинка. Записка. Пустая. На место. Эть. Связка ключей открывает двери в регистратуру комнаты 107 и 208. Осталось только вернуться к стойке регистрации. Найти в списке постояльцев Гилмана. Обыскажите регистратуру. Понял, ладно, пойдем в регистратуру. Ну, скорее всего, проход какой-нибудь должен быть короткий. То бишь, это не должно быть очень сложно. А газетная вырезка повернить, чтобы обнаружить скрытое послание. Блэксон. Понедельник. 11, скорее всего, сентября. Шериф выдал ордер на арест Джейкоба. Джейкоба Хайда. Владельца шахты и гостиницы, который обвиняется в убийстве судей Джона Нортона, скончавшегося от тяжелых ран по прибытии в гостиницу. За поимку Хайда объявлено вознаграждение в 500 долларов. Серьезно считаете, что 500 долларов это огромное вознаграждение за поимку убийцы? Вы рехнулись? Мне кажется, люди совсем головой не думают. Я за 500 долларов, блин, искать убийцу, ловить его, а потом еще и... Давай зажгем все свечки. А почему нет? Тут же специально даже спички положили для этого. Так, взять надо керосинку. Использовать и пойти дальше. Опа, голожопый ангелок лежит. Интересно. Ну, зажги. Керосинка. Вот это, блин, керосин надавали, конечно, вообще. Судя по описанию, Гендри был типичным меланхоликом, но я бы не стал делать поспешных выводов и говорить, что он покончил жизнь самоубийством. Слишком много людей пропало без вести в этих местах. И, конечно, не все из них, а из-за излишней чувствительности. Зачитать. Я уже много раз писал вам, но так и не получил ответа, поэтому спрашиваю снова. Вы действительно не помните моего брата Генри, который останавливался в вашей гостинице два месяца назад? Ему 31 год. Он высокий, худощавый, носит очки. Мой брат приехал к вам в поисках покоя и спокойствия после нервного срыва. Генри молодой художник, поэтому он собирался писать пейзажи. Брат всегда любил безмятежную атмосферу этого региона и говорил, что горы леса заставляют звучать струны его души. Как я уже упоминал в предыдущих письмах, Генри так и не вернулся домой. Блэкстон, последнее место, где его видели. Не исключаю, что он мог покончить с собой. Генри сильно страдал, но искренне надеюсь, что это не так. Может быть, вы помните какие-то детали, которые помогут мне разгадать тайну исчезновения моего брата? Искренне ваш, Энтони Уилкокс, взять. Блин, ну, конечно, местечко такое себе. Прям аура здесь такая негативная. Давай-ка мы пойдем с тобой обратно. Свечки можно тут зажечь. Одну хотя бы зажечь свечку. И пойди. 47 спичек. Этого вполне достаточно, я думаю, чтобы зажечь все свечки в этом доме, но мы этим все-таки прям настолько дотошно заниматься не будем. Ну, ввиду какой-то там, не знаю, бессмысленности, что ли, этого происходящего. У меня есть лампа, которая заправляет с керосинкой, и хожу, если спокойно, нормально без этого всего. О, бабенка. Невестка шо какая? А чё, бежать надо? Куда бежать-то? Конечно, бляха-муха. Убила, прикинь. Убила. А куда бежать-то надо? Загрузить последнее сохранение. Блин. Страшно. Я не понял, куда бежать надо. Он посмотрел налево, я не понял, куда там нужно было бежать. Серьезно. Ну, то есть, как бы, круто, конечно. А то есть, все записки снова надо читать, да? Взять. Керосинку тоже взять надо. Вот тут спички где-то валялись. Тоже взять надо. И по-хорошему сохраниться. Можно же здесь сохраняться, нет? Нельзя здесь сохраняться. Мать его, за ногу. Ну, возьми ты, пожалуйста. Вроде как, всё. Есть даже не всё ничего страшного. Я думаю, я не последний раз здесь нахожусь. И умру я ещё не раз. Так. Давай оценим ситуёвину. В какую сторону бежать хотя бы. То есть, явно не в её сторону. В левую сторону нужно бежать. А, во. Во куда надо бежать. Просто бегу. Сука, закрыто. Бежим. Сохранение прошло. Уже спасибо. Я спрятался. У, блядь. Так, это что такое? В каком номере остановился детектив? Я, блядь. Какой я быстрый, скорый. Прям как поезд. Я ж проснулся, блин. Капец. Ещё музыка такая странная. Детектив остановился в номере 203. Это наверху. Похоже, он так и не освободил комнату. Так, значит, он там и остался. В принципе, ничего там сверхъестественного нет. Сейчас будет там труп. Где-то должен быть запасной ключ. Ну, должен быть, конечно. Погоди. В лампе нет керосин. Должен быть там керосин. Потому что я его туда наливаю. Зажги. Лампочку. Книжку мне не нужно. Так, это всё не открывается. Кстати, к сожалению. Так, упает и открывается. Ну-ка, ся. Ага. 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 Понятно. Так, ну и чё? Куда нам нужно с тобой? Наверх, скорее всего, да? О, блядь. Да, добрый вечер. А, во ключик. Открывает комнату 202. Новая запись в дневнике. А, дьявол. Ключ от комнаты 203 тут нет. Но, может быть, я могу попасть в неё из комнаты 202. Подож... А, дверь. Окно открыли. Я должен узнать, чё-то там. Сейчас узнаю. Сейчас узнаешь. Точнее, хотел сказать. Ну, что такое-то? А, мне вот сюда надо. Блядь, чё происходит? Вообще непонятно. Опа! А чё было-то сейчас? Там мужик появился. Видел, нет? А я видел. Чё такое? Э! То есть, это что, прям наверняка, да? Я больше отсюда не вышел. Аж обратно я, наверное... А, не, выйду. Смотри-ка, выйду. Ну, ладненько. Фэси. Чим-пум-пум-пум-пум. Куда идти-то? Дверь. Закрыт, к сожалению. Где я хоть нахожусь? Чё это тут мужик везде делает? Я не пойму. Чё тут... Одну... Ой! Чего? Из комнаты 202 можно запросто попасть в соседнюю. Мне нужно понять, что ему удалось выяснить. То есть, вот этот вот дурачок ходит вот туда-обратно, да? То есть, он так вот будет ходить. Или же что? Я здесь. 202 это вот... Блядь, увидел. Ну, я карту разглядываю, в конце концов. Что ты меня трогаешь-то? Я тебе же ничего страшного такого плохого не сделал. Глупый ты мужик. Взял на ровном месте, меня убил и всё. Эй, ладненько. Но ничего страшного. Ну, ща пройду, ща пройду. По-любому пройду же. Я должен пройти. К бабке не ходи, пройти должен. Так, ладненько. Скорее, нужно спрятаться. Я спрятался. Дальше что? Блядь, сколько времени он находится там? А я не успею там пройти за такое количество... Короткий промежуток времени. Слушай, а он может это самое меня увидеть, если я буду бегом бегать? Он меня здесь увидит? Ща пизды даст, да? Даст или не даст? Не даст, смотри-ка. Значит, мне вон туда. Нихуя мне не туда, мне вон туда, мне направо. Свечку шесть, а свечи, блядь. Пусть посмотрит. Пизду. Пизду. Все? Ходит теперь туда-обратно. Блин, неправильно немножко я сработал. Да, наверное, теперь увидит меня, как только я прям сразу проиграю. А сюда ли мне нужно было? Подожди, я, блядь, застрял опять. Не очень понимаю, вообще, куда мне надо. А, во, во, куда мне надо. А зачем? То есть, чтобы он ко мне не зашел, да? А, он внезапно стал ко мне ломиться. Круто, конечно, но он вроде как мне даже не знал, он даже не знал, что я здесь. Мне в другую комнату надо, значит, это вот туда. Не, это глупость. Да, это не глупость, это мне вот сюда. Здрасте. Я пришел. Куда мне теперь? Не знаешь? Я тоже не знаю. Я вообще не особо понимаю сейчас, что я делаю. На самом деле... Опа. Керосин. Керосинка. Не люблю я эти все стелс-моменты в играх, потому что, ну, это... Блядь. Гилман, открывай, нужно поговорить с глазу на глаз. Здравствуйте, мистер Хайт. Кончай с любезностями, я знаю, что ты задумал. Вижу, вы рассержены, но не понимаю, почему я... Ты не первый писак, решивший, что он тут раскопает сенсацию. Но я здесь не за сенсациями, я просто хочу докопаться до правды. В этом милом уголке мира происходит что-то очень странное. Столько людей пропало. В том числе и ваш друг, судья Джон Нортон. Я хочу его найти. Уверяю его. А, вас. А, это моя единственная цель. Засунь эту цель себе в жопу. Ты хочешь доказать, что это я похищаю людей. Хочешь привлечь к себе внимание громкой историей. Привлечь внимание. Забавная формулировка. Это ведь вы любите замалчивать факты и скрытничать. Со времен того несчастного случая в шахте прошло два года, но, правда, мы так и не узнали. Погибли люди. Ноги с тех пор бесследно исчезли. А вы ведете себя так, будто это мелочи. Это и был несчастный случай. Трагичный несчастный случай, который стоил жизни моим рабочим, разрушил мой бизнес. Конец истории. О, боюсь, на этом история от них не заканчивается. С тех пор в этих местах начали пропадать люди. Много людей. Даже некоторые постояли с этого заведения. Хватит, чтобы завтра духу твоего здесь не было. Ясно тебе? Ну, понятно все. Короче, этот товарищ очень-очень плохой. Надеюсь, детектив оставил здесь что-нибудь. Жизнь, скорее всего, потому что больше здесь ничего нет. Думается мне. Выбросите эту книжку, она мне не нужна. Возьми. Молодец. В ходе расследования пропажи судей детектив обнаружил, что люди исчезают в этих местах с тех пор, как произошел взрыв на шахте. Он решил, что виновником мог быть мой отец. Джейкоб Хайт и даже посетил... А. Отец Джейкоб Хайт. И даже посетил шахту, чтобы найти улики, подтверждающие его подозрения. Исчезновения начались сразу после происшествия на шахте. Я знаю, что этот район небезопасен. Все-таки вокруг леса, горы, болота и пещеры. Но я не верю в совпадение. Мне так кажется, что взрыв был не просто несчастным случаем, хотя версия Джейкоба... И была подтверждена следователями. Один из местных жителей сказал мне, что прям перед взрывом Хайт привез несколько бочек пороха на свой участок. Я собираюсь спуститься в шахту и проверить, нет ли там каких-нибудь улик. Шериф мог что-то пропустить. А возможно, ему просто дали взятку. Может быть, так я смогу пролить свет на исчезновение. А в тот день детектив отправился в шахту. Вернулся ли он обратно, неизвестно. Нужно пойти по его следам. Вот на кой оно тебе надо, вот расскажи мне. Причем вообще детектив и твоя жизнь. Возможно, я сумею понять, что там произошло. Что было, я помню, смутно, но... Пороховые бочки, пропавшие люди. Что там произошло? Мой отец был жестоким человеком, не стану отрицать. Но способен ли он был на хладнокровное убийство? Что ж, похоже, мне придется спуститься в шахту. У меня было сейчас ощущение... Великолепно, просто великолепно. У меня было сейчас ощущение, как будто сзади кто-то пробежал. Заперто, нужно найти другой выход из комнаты. Кого-то кто-то сзади пробежал. Было ощущение, представляешь? Может, в шкафу выход-то, не? Не, нихуя. Крест, кстати, не помогает, я так понимаю, да? Здесь крестов-то вагон, а все равно кто-то... Все равно что-то никому это не помогло. Ладно, пойдем туда. Опа. Ну подожди, выбрось. Погоди, а я здесь был. А я здесь был. И это факт. Дверка, здравствуй. А что, она не двигается, да? Я хотел бы ее полностью открыть. Этого не может быть. Конечно, не может быть. Промежуток должен быть. Пойдем. Пойдем отсюда. Not N. А. Похоже, я выжил из ума. Похоже на то. Ну пойдем, хули нам делать-то. В животе что ли заурчало? Противно так все, некрасиво, блин. Все, это происходит в моей голове? Да, скорее всего, да. По-моему, это была кат сцена, или же просто я подвис в текстуре. Я иду по кровавым следам, чтобы что-то тут найти. Что найти, хер его знает. Но явно что-то недоброе, потому что столько крови могло быть только из... Блядь, из десяти лосей, скорее всего, потому что очень ее здесь много. Ты побежишь? Нет, сегодня. Опа, карта... А, карта мне не нужна. Карта-то мне зачем? Господи, кажется, я схожу с ума. Ну, походу, да. К сожалению, да, дружище, ты сходишь с ума. Обсеришься, зачем ты ее отодвигаешь-то полностью? Ой. Ой, бляха, муха, это что такое? Бежим. Спасибо. Серьезно? Да двигайся ты, блядь! Сука! Беги! Дурак, блин. Вроде успел. Серьезно? Это, это вот, это все твои... Охрененно, защитился, конечно, молодец. А где, кстати, мой револьвер? Ой, блядь. Бежим. Просто бежим. Даже думать не хочу. Ой, блядь. Куда бежать-то? Я все, я запутался. А вот он, он стоит-то. Круто, конечно, а куда дальше-то? Я в недоумении, кстати. Я не понял, куда надо было бежать. Ой, блядь, а во что... Блядь, страшно. Страшно? Еще и в горле пересохло. Я прям не могу. Я что-то не особо понимаю просто, куда надо идти-то. Куда бежать-то надо было. Там же вроде как некуда было больше бежать. Кстати, да, ты сейчас видишь, что вепка пропала и появляется сейчас снова. Но фонарь горит там, то есть мне нужно в ту сторону это явно. Фонарь горит вот здесь. Здесь. А, вот. Вот дорога-то, еб твою мать. А как он появляется со всех сторон, я не пойму. Он же один. Или не один, все-таки. О, бляха, ну-ка. Бегу, куда бегу? Хреновый просып. Что за чертовщина? Я вроде в шахту собирался, почему я наверх бегу? Я еще что-то на черта не понимаю, я просто бегу. Я просто нажимаю на кнопку. Нас заставляет побыть в какой-то памятнике, скорее всего. Да, мы немножко побоялись там, не знаю, там еще чего-то. Его сейчас придавит. Железно тебе говорю, по-любому. Или же я опять побегу? Ну, да, понятно. То есть, нас заставляет бояться, бояться самих себя, потому что, ну, блин, что здесь можно бояться? Где я? Я хотел взять фонарь, ну и взял его, в принципе, чтобы видеть. А, ну все, глава кончилась, смотри-ка. Так внезапно. Ну и серия наша с тобой заканчивается так же внезапно. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся в следующей серии, вот в седьмой главе. И обязательно поставь лайк, просто вот обязательно. И до встречи в новой серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok